Девятый стих. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который сейчас пьет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте живы и готовы, и вы не знаете, в который сейчас придет хозяин. Вот обратим внимание на то, что если бы он ведал. Это не ведение, то есть не знание. Я хотел посмотреть по Писанию, чего мы не знаем. Где надо бодрствовать, и чтобы это знание было. Речь-то идет, конечно, не о доме. Я в другой раз что-нибудь делаю, и думаю, вот я спасаю голубей от крыс. А вот если бы я был крысой, я сумел бы меня обмануть или нет? Вот покуда бы я залез? Вот если бы я был вор, то сумел бы я обворовать? Сам за себя думаю. Даже делать нечего, в одну ночь бы всех обокрал. Но Слово Божие говорит, напрасно бодрствует, страшно, и Господь не охраняет. Бог делает так. Когда стали разговаривать с вором, я говорю, а почему вот в это время не у такого столько людей было? Никого не было, ни веку смотрю, ни одного не было. А как ты видел, какие люди? Да вышли в отбор, сколько не ждали, так уж и разговаривать, и ходить, и туда-сюда зайти даже невозможно было. А сколько было человек? Семь человек. И вспоминаем, семь человек приходили и молились. Никто на улицу даже не выходил. Это нам история, говорится. Это не только, говорится, а лично самой было. Книга Ио, 23 глава, 3 стих. Чего мы не знаем. Мы многое знаем, конечно, намного больше, чем Ио. 3600 лет назад примерно он жил. Это седая-седая древность. И он говорит, о, если бы я знал, где найти Его и мог подойти перед лицом Его и предстоять Ему. Речь идет о Боге. О, если бы я знал нигде, чтобы мог поговорить с Богом. А мы-то ведь знаем. Нам доступ открыт через Иисуса Христа. Грешниками, с грешником Бог не желает иметь дело. Я к Иисусу Христу. Господь, Ты же за меня умер. Прости меня еще раз. Господь прощает. Мы исповедуемся, причащаемся. Мы в чистом виде предстаем перед Богом. Ио этого не имел. О, если бы кто-то сказал, как можно предстать перед Богом? Вот в этом неведении находится весь мир. Я помню, моя мама не раз говорила. Что-нибудь я приведу пример. Ну что ты, да куда нам за святыми нам не угнаться? У нее всегда был один ответ. За святыми-то не угнаться. А за кем-то да? Да как раз нам за святыми-то и угнаться. Яков говорит, Илья был подобный нам человек. Но воздал Господу, Господь услышал. У нас нет ни одного дела, за которое мы бы не молились. Это означает, что великое дерзновение Бог дал. Мы молимся о больных, о путешествующих. Которые находятся в небе. Которые далеко от нас. Мы старались повлиять на собор, на патриарха, на папу. А кого-то только не молимся мы. И мы знаем, как предстать. Во имя пролитой крови Христа прошу. Во имя страдания Иисуса Христа, Отец Небесный, прошу, порази сатану. Он наводит страхи, болезни. И Господь отвечает. И говорит, вскоре сокрушит под ноги ваши. Премудрости Соломона 9.17. Говорит так. Волю же твою кто познал, если бы не даровал ты премудрости и не даровал Духа твоего Святого? Значит, премудрость Божию и волю Божию нельзя познать без Духа Божия. Я говорю о ведении, если бы знал хозяин, знал, не знает. Да нам то и знать не надо, а чего мы еще не знаем? Мы не знаем воли Божией. Это очень трудное задание Бог дал. Познавать. Не знаешь, что Он выкинет ближе, из которой с тобой живет. В другой раз так повернет, никто тебя не ожидал. А почему ты так сделал? А тут Бога. Что Бог задумал о нас? И Он может переменить эти планы, может отодвинуть уже назначенное. И кто познал волю Божию, если Бог не даровал премудрости? А мы должны познавать и размышлять. Это великая тайна. Она не на народе дается где-то, а в тишине. Маленький ребенок, он боится один оставаться. А как побольше становится, смотришь, он начинает где-то удаляться. В этом тоже есть секрет. То есть формируется личность, и человек хочет узнать, кто он такой есть. Он хочет наедине уже быть. Почему люди лезут на вершины и везде уходят? Когда все подумаешь, душа рвется на разговор с Богом. А как разговаривать, когда-то мешает. Мы с тем говорим по телефону, ну любой шорох нам мешает. А это с Богом. И Господь говорит, закрой, затвори двери. Чтобы познать волю Божию, я должен посмотреть слово Божие, все места сравнить. Воля Божия его известна. И когда читаем о святых, Давид молится, псалтере, он говорит, Господи, вспомни милости Твои. Как Ты вел нас в Израиль, Ого. Перечисляет Гога, всех, кого побил. Вот. И вспомни, как море Ты разделил, как вел Ты народ Твой. Неужели милости Твои истощились? Богу напоминаем. Да Бога-то и не надо, Он знает. Это нам нужно, познавая волю Божию, какой Бог хороший. Как Он о нас любит и заботится. Вторая книга, Паралепоменон, 29.36. И радовался царь Езекия. Почему? И весь народ в том, что Бог так расположил народ свой, ибо это сделалось неожиданно. Неожиданно весь народ решил распродать Пасху. Неожиданно случилась перестройка. Храмы стали открывать. И все стали славить Бога. Не было нигде Библии. Пойди сейчас в любом месте, можно Библию свободно достать. Это чудо какое. И так Бог расположил сердца правителей, да, грабят, все государство буквально развалили. Но свободу-то ведь Бог какую дал? Невидомую. Некоторые еще понять не могут, что я про это говорю. Никогда за тысячелетнюю историю у России не было такой свободы, как сегодня. Что хочешь, говори, никто не арестовывает. Попробуй при Иване Грозном скажи, при Петре Первом. Везде сыщики, соглядаты, а уж я не говорю, при советской власти. Полная абсолютная свобода. В газетах что пишут, ругают президента, даже нужды никакой. И все стоит на одном месте. Мы познали волю Божию. Наша задача прославлять его. Не зная даже, чем закончится то, что Бог начал. Пророк Сафония 3.8. Ждите меня, говорит Господь, каждый, когда я покараю землю. Вот этого мы не знаем. Вот о чем Бог говорит. Ждите меня. А мы знаем, что великие испытания в земле будут, войны, голод. И будешь вспоминать, как идешь в магазин, склад. А что это, склады, огромные склады, везде мука, всякие продукты. Что хочешь, вот скажи, что тебе надо сегодня, и приведут хоть вагон. А это в один день все куда-то денется. Господь говорит, познавая мою волю, вы все время ждите, что я вам пошлю испытания для того, чтобы исправить вас. Вот если бы ведал, говорит, господин, то вот мы тоже не знаем здесь. Идеяне 1.4. И собрав их, Христос повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного от Отца. Когда, последний раз, какой священник призывал людей к одному, ждите. Вот хорошо в храме, но ждите все время, чтобы Дух Божий еще больше нас наполнил, чтобы волю познавать. Не то, что я вам скажу, а чтобы волю Божью познавать. Не к себе привязать, а даже в неопределенности людей оставить. Мы не знаем, когда Господь придет, если бы ведал. А если бы мы знали, когда Дух Святой на тебя придет, я бы в это время, знаешь, как бодрость. А может именно ночью, в ночные часы придет, а нас нету, и не достучишься. Я, говорит, вымала ноги, легла спать, и как в песне песней написано. А он прошел мимо, тогда схватилась, побежала. Псалом, 5-й, 4-й стих. Давид говорит, рано предстану пред тобою и буду ожидать. Вот мы начинаем познавать волю его. Рано встать и оградить себя. Я знаю, некоторые рано не встают, даже боюсь звонить. Смотрю, без 5-7 я все еще боюсь звонить. Он раза два уже натолкнулся. Спят мертвым сном, богатырским, как соловей разбойник в дупле, пока не сгнил. Господь-то говорит нам, я встану рано через Давида для нас. А раз встану рано, это и говорит о том, что мы бодрствуем. Что, бодрствовал бы, а может в этот час как раз на тебя покушение сбыт? А ты видишь, враг, у тебя свет не спит, опоздал, проспал. Иеремия 13, 16. Воздайте славу Господу Богу вашему. Да коли он еще не навел темноты, вы будете ожидать свет, а он его сделает тьмою. Какие ужасные слова. Отнимет разум, поражу вас сумасшествием, говорит Господь. Чего ожидать? Вот слово ожидать говорит неведение. Я жду одного, а пришло другое. Мы ждем, ну еще лучше будет. Не будет. Вы относите это к своему здоровью. Сегодня не могу, спотыкай, завтра еще будет хуже. Завтра гололед будет. Совсем из дома не выйдешь. Сегодня только у тебя еще запыхиваешься, а завтра у тебя вообще дышать нечем будет. Ты все время думай, Господи, вот это такой приятный момент, и сегодня я могу пойти. Лучше никогда не будет. Вы ждете света, будете мах. И вам летит Матфея 11, 3. Иоанн Креститель многое получил от Бога откровения. Но однажды говорит, посылая учеников, ты ли тот, которого нам ожидать или другой придет. Мы не знаем, кто у нас останется, но наверняка мы епископа уже потеряли. Уже почти потеряли. Но Бог знает, будет этот епископ или другого ожидать. Но под этого мы никак не пойдем. Потому что в них дух убийственный. От кого они как вот получили это преобразование, так все это остается. Нарушает любое слово, что договариваешься, как будто это... Мы же привыкли по простоте. Сказали обязательно, надо сделать. А то в них этого ничего нет. Десять раз может сказать, приехать он, как приезжает нам знакомый священник, отец Павел. От ворот заворачивает и все. И вовремя приехал. Даже немыслимо. Не смотрит, как далеко приехал. Сколько он потерял денег за это. Постоял, посидел полдня, говорит. И сказал в этот день, я тебя приму. Несмотря на это, не принял. И даже нужды им никакой нет. Почему? А этот дух, кем они образованы, они такие и есть. Никогда не выполняли своих обещаний. 1 Фессалоникийцам 1.10 Мы будем ожидать с небес Сына Его. Слово ожидания поднимает наш взор на небо. Мы постоянно должны ожидать. Болезнь это вестник того, что мы скоро увидим Господа. Но посмотришь, как яростно борются за свое здоровье. Как таблетки эти горстями, пудами едят. Думаешь, ой-ой-ой, вот оно царство где? В благоустроенной квартире. Ну дал Бог здоровья, не дал. Ну чего же умираешь? За последние копейки все вкладывать в то, чтобы только вот огнелушка не развалилась. Развалится. Вы видите, какие мощные показывают люди. Сильные, здоровые. Сообщает, помер. Его нет. Мы все еще живем. Второй книге Маковейской, 15.8 И не страшится ожидать победы себе от Вседержителя. Этот стих заставил меня задуматься. Оказывается, это победу тоже со страхом ожидать. Не верится. Я вот не понимаю, что с нами дальше, как будет Бог делать. Но прочитаем местописание. И не надо думать. Просто надо доверить и ждать милости. Бог как-то сделает. Но не так сделает, как мы думаем. Наше положение совершенно необычное. Ни в одной общине, ни за рубежом. Вот таких разговоров нет, как у нас. Они совершенно точно знают. Вот вчера батюшка звонит и говорит, архиерей наш звонил ему. Наконец сам позвонил. И он мне, говорит, еще не только спросил здоровья. И я молчу и сказал хорошо. И опять замолк, чтобы ничего не сказать. И он помолчал. Положили трубку и все. Я еще раз убедил, что у нашего архиерея никаких указаний на наше уничтожение нет. Он бы давно это притворил в дело. Никаких нет. А подбить нас на это не удается. И он знает, что разговаривает с людьми глубоко верующими. Не страшится ожидать победы. Не страшится. А их-то много. Это нас не касается. Мы сейчас будем заботиться о том, чтобы истина распространилась как можно больше. Конечно, через наше свидетельство. Через наши книги, через наши материалы. Третья книга Езры 7.47. Что в пользе людям в настоящем веке жить в печали, а по смерти ожидать наказания. Мы ожидаем не наказания, а только Царство Небесное. Все время знаем, что есть там ад. Но мы просим Бога простить нас. Мы далеко за половину перешли туда, где Царство Небесное. Мы на 100% как сектанты не можем сказать, да, я непременно буду Царством Небесным. Ибо многие потерпели крушение в вере. А Езры говорит, что пользы людям в этой жизни прожить в печали, а они большую печаль имеют. Все, кажется, есть. А радости нет. Я с ними встречаюсь. А почему у вас радости нет? А потому что вечности нет. Каждый день вас приближает к могиле. А нас каждый день приближает к радостной вечной встрече со Христом. Где нет ни скорби, ни печали, ни болезни. Умер человек, зарыли ее. Больная у нас была сестра Надежда. Ну что, тело ее страдает? Да нет, ей разницы никакой нет. Это приговор Божий, не надо от него устраняться. Христос сказал, итак, бодрствуй, ибо не знаете, в какой час. Ожидая, мы должны бодрствовать. Слово бодрствовать встречается в Новом Завете 15 раз, а в Ветхом ни разу бодрствуй. Не могу ответить на этот вопрос. Почему? Значит, или уже близко-близко пришествие Христа, и не пристанно напоминает. Бодрствуй, то есть не спи. Напряженно ожидая его. А если он придет, а я не готов? Матфея 24, 42. Бодрствуй, если вы не знаете, в который час Господь придет. Лука 21, 36. Бодрствуйте на всякое время и молитесь. Досподобитесь избежать всех-всих будущих бедствий. Как избежать? Или Бог даст нам смерть, умрем. Или верность своих Он восхитит. Не знаю. Или отодвинет испытание подальше. Бодрствуйте. Что Бог сказал, будет голод. Люди как листья будут валяться мертвы, как святые отцы объясняют. Ну молитесь, и как-то это нас обойдет. Вот христиане перед осадой Иерусалима вдруг стали уезжать из Иерусалима. А что уезжаешь, не знаю. Кто по Ростинку, да. Когда окружили Иерусалим римские войска, христиан уже в Иерусалиме не было. И объяснения давали разное. Кому-то что-то пообещали. Кто, может быть, работу хорошую нашел. Первое Петра 4,7. Петр говорит. Итак, впрочем, близок всему конец. Итак, бодрствуйте в молитвах, в благодарениях постоянно. Иерусалима, раз близок конец говорил Петр, 2000 лет назад, ошибся все-таки, Петр. 2000 лет это далеко. А события-то еще совсем не исполнялись. У них просто было такое ожидание близости. А мы по признакам уже видим совсем близко. Печать ставит, буквально сегодня уже начинают ставить печати. Я видел снимки людей, которые уже получили эту печать. Ну не антихриста, но уже побритые головы. На головах у них стоят знаки, которые там проникают, которые нельзя не убрать еще на черепе. Проникающие. Сегодня сделают укол, ты не знаешь, какую часть руки. Когда тебе будет там вся информация, называют чипом. Но тогда ничего этого не было. Тем более, сегодня это все где-то совсем рядом. Первое Петра 5,8. Почему мы должны бодрствовать? Петр говорит. Итак, трезвитесь, бодрствуйте. Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев и щах его поглотить. Если ты веришь, что есть дьявол, все, сон кончился. Если бы ты знал, что у тебя в комнате живет змея, и время от времени она вылазит, как бы ты бодрствовал? Не знаешь, куда руку сунуть, как ноги опустить с кровати. А она живая, где-то ее нельзя найти. Это наша смерть, дьявол. Он рядом. Все время бодрствует. Шагнул где? Надеваешь одежду. Перекрестись. Господи, благослови, чтобы ни на чем не было. Садишься поесть. Перекрестил опять. Господи, благослови. Чтобы в пище никакой отравы не было. Потому что, видите, каких знатных людей, важных, отравляют. Никуда не могут спрятаться. Пишут его биографии. Человек учился, талантливый был. Нет ничего уже на этом свете. А мы живем. Ну, сравнивать нас с нескольким. А мы дети Божьи. Никого не отравляют. Все живы-здоровы. Первом послании к Коринфянам. 16.13. Бодрствуйте. Стойте в вере. Будьте мужественны. Тверды. Хотя вы сестры, женщины, но будьте мужественны. Мужественны, значит, неподатливы. Не бойся никаких опасностей. Если вам какие-то ультиматумы ставят домашние, вы десятки раз вымерете, прежде чем их принять. Мало ли что человек говорит. Ты скажи, мне нужно посоветоваться. Что бы тебе ни говорили, как бы тебя ни пугали, мне нужно посоветоваться и помолиться. Почему Павел говорит, стойте в вере. Когда в вере будем стоять, нас никогда не смогут поколебать. Все опасности, слухи – это раскаленные стрелы. И счетом веры мы все их угошаем. В Откровении 3.2 считаем, бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Близкое к смерти – это то, что уже поколебалось, то, что уже потеряло твердость. Стой в вере и это укрепляй. Не только в себя, а в других. Ты видишь, душа колеблется. Узнал, что она нуждается в какой-то поддержке. Имеется в виду, конечно, что сам по себе человек готовый это принять. Утверждай прочее, которое уже далеко отошло от крепкого состояния. Это и касается детей. Дети ходят в школу, когда подрастают, разные веяния у них, встречаются с людьми неверующими, с еритиками. Утверждай прочее. Не в этом заблуждении утверждай, а в вере. В 3 книге Езры 2.13 написано. «Уже готово для вас Царство Небесное. Бодрствуйте». Если Езре до Христа и было так сказано, то Господь говорит. «Иду приготовить вам обители, если бы их не было. И когда приготовлю, приду за вами. И так бодрствуйте». Бодрство не означает стоять в заповеди Господе, исполнять их с радостью, ничем Господа не огорчать. Это не означает, что ты забитый какой-то, наоборот. Верующий он всегда смотрит открыто, смело, потому что путь Господний освещается Духом Святым. И мы не знаем, когда Господь придет. Конечно, сравнение, которое Господь дает с самим собою, никогда бы ни один человек не сказал. Свой приход он сравнивает с приходом вора. Ну, кто бы додумался сравнивать, ну, Господа, с приходом вора. А что, может быть, воров бы и сумели истребить, потому что советская власть одно время крепко за них бралась. А я думаю, они никогда никуда не денутся, воры. Почему? Так они в пример поставлены. А тогда бы на что мы сослались, если бы воров-то не было-то? Они нужны для того, чтобы исполнить Евангелие от Луки, 12 глава, 39 стих. И мы видим, как они положимся спать сейчас, а они встают, гаражи вскрывать будут, ловиться с работы идет, проникать в банки будут. Так вот, мы должны ждать Господа, который придет совершенно неожиданно. Вот я сколько времени готовился, а он пришел в вор совершенно в другое время. Да еще когда, если они о наших замыслах узнают-то. А нам только одно нужно, Господи, я не знаю, когда ты придешь. С оделами я готовым на каждый час, и ложась спать, мы просим, Господи, ангел-хранитель, да не покидает меня. Будет опасность, пусть он меня разбудит. Аминь. Аминь. Воскресенье Христова видишься.